Добрый день, коллеги-клиенты, будущие настоящие дольщики, будущие настоящие владельцы объектов недвижимости на территории Петербурга или на области других городов России и мира. Я стою сзади, у меня станция метро Купчино, и прямо спереди вот стоит корпус, вот этот, это жилая от ЛСР, а вот это корпус Интеита, первая очередь, вторая достраивается. Сейчас идем на экскурсию, на самом деле цель со всеми потусоваться, с коллегами, с партнерами увидеться, с управляющими увидеться, спросить, что нужно для счастья, чтобы, наконец-то, апартаменты заработали в полную силу. Этим и займусь. Вот так вот боги апартаментов работают с двух телефонов, и третьему еще отвечают наши партнеры. Спасибо. Что, спасибо-то, как есть? Скорее всего, там что-то с американцами, с бестовестерного. У них, походу, чуть-чуть не совсем так. Просто, ну, верх искусства, вот сюда, сюда, сюда отвечать, вот сюда мозг загружать, и вот сюда вот выдавать. Это, ну, космические войска просто, космические. Соответственно, до той двери свободно можно дойти, а у управляющей компании там домофончик. Нужно будет набрать, позвонить, и, в общем-то, вам открыть. На втором этаже здесь коворкинг, офисные помещения, здесь сидит управляющая компания. Выглядит все просто как офис. Сейчас посмотрим, что такое коворкинг, за сколько, что платят, сколько часов, суток, дней может там находиться. Конец соединения. Здесь у нас управляющая, просто централизованная. Сейчас пойдем, она все покажет, и потом... Ну да, похоже на коворкинг, прикольно. Такое все новенькое, свеженькое, пахнет ремонтом. Ну, я поэтому и работаю в Новостоке. Логично. Здравствуйте, доброе утро. Логично. Фабула. А фабула – это название? Это Марина, управляющая коворкингом, передаю в сумму. Вы публичная, вас можно поснимать? Можно. Класс. Расскажи немного о нашем коворкинге. Мы недавно открылись, у нас маленький такой домашний коворкинг, всего 7-10 рабочих мест. У нас есть в OpenSpace и есть кабинеты. Сейчас максимально попытаюсь вас провести так, чтобы не мешать рабочим процессам. Пойдем в OpenSpace. Это нефиксированные рабочие места, те места, которые свободны, их и занимают. Давайте вот так вот пойдем за мной. Как раз вот это выписывайтесь. Здесь 8 мест. Справа с него находится кабинет на 4-х человек. Этот тоже кабинет на 4-х человек. Наш коворкинг достаточно адаптивен для людей с ограниченными возможностями. Сложность к ним и туалетам ДН. По всему коворку у нас положены зоны отдыха. Вот такая маленькая зона вот эта здесь. Это утром стоит на 4-х человек, сфиксируемыми местами кабинеты. Жень, а попроси Сашу включить свет вместе. Тут сексивно, в смысле я на месяц бронирую за свое место, и никто или на день бронирует, или на месяц. А сколько стоит? Пока у нас старые цены, на них есть сейчас акция 10%. OpenSpace начинается от 3 часов 400 рублей, день 500, месяц 9 тысяч. А сексирование 13. Но понимаем, что начинается лето, как бы сезон отпусков, поэтому мы с мая месяца падаем сильно в цене, это будет 7 и 9 за месяц, да. 9 это где это? Вот здесь вот 4 места. А 7 где-то? Это там, да. Ну и, наверное, мы будем гонять 7 месяцев. Константин работает стоя, ему можно общего места не выделять. Просто терминатор, просто терминатор. Стоящие места тоже внушили места. Они совсем дешевые. Да. Что, что? Кто-то все пропустила, ноу-хау. Нау-хау не надо посидеть больше, но в пятнадцать. Все люди там в глазах, все хорошо. Те дядь, не забыл, и не курю все. Ну красиво, что скажешь-то? Красиво, хорошо. Ну красиво, хорошо. Ну приятно, конечно же. И цены нормальные, кстати. Цена нормалек. А, есть. Секундейшн, погодите. Пока. Только я тебя умоляю с возвратом, потому что одно такое чувство имеет не возврат. Ну знаешь ли, вот так вот и все и запаскивается. Секундейшн, погодите. У нас вообще весит, что у нас за кошек. Да. С окном? Вес. Вес. А есть коворки. Это не тихие зоны. Поэтому приятны говорят, нам надо постоянно разговаривать. Они снимают вот такие вот маленькие офисы. Мы по ним тоже очень сильно упали. То есть они говорят, по 20 тысяч, иногда я вообще по пять. В апреле месяц. Да, мы решили, что салоночка. Да, надо попробовать посмотреть. И люди приходят, они там общаются. Большая часть времени, когда хотят, ну, поработать в свободной зоне, они идут в кофе-поле. Там свободная зона, зона отдыха. Можно посидеть, как бы, и занять места и поработать. А что не стоит? Вот, ну, у нас теперь с вайфами он безниметный вайфай, с применой, с тунцом, с интернетом. Что, не, не работают в Розетке? Работают, да? А, все, уже пошли, да? Ты уже встал? У них голова не подняет. Нет, нет ни о чем. Интернет, клининг весь, всякие, ну, вот, то, чем, ну, такая вот, ну, с мелкой, да, заморачиваться. То есть, там, заказ бумаги, воды, чай в кофе, да, все. Распечатать, прошурубка, да, и все. Ничего хорошего. Это небольшая компания, не надо тратить деньги, потому что, чтобы купить принтер, и так далее, и все. Все включено. В сервис Каворки, да, в том числе, у нас есть переговорные, которые можно занять. Ну, распечатать документы, это нужно доплатить или просто отправить документы? А если я хочу распечатать, не знаю, там, 100 листов? У нас есть, так, днёмный лимит, 200 листов на человека в месяц. А, вот оно как. Вот. Но, в принципе, никто не пользуется практически вот таким объемом. Люди, которые у нас приходят, они, в основном, не пользуются. Это микро-переговорные для тех, кто позубится, приходит иногда у нас, снимает, арендуют. И, ну, какие-то природные. Смотрите, нажми на зеркальце. Они с ума с нами были. Ты даже не нажмай, просто прям. Туалеты. Красиво. Да, да, я вас специально. Вообще хорошо пошли. Да. Вот кофе-поин. Вот это красивая штука, да. И опять-таки зона отдыха, которой можно занимать, так, для того, чтобы и поработать, вот вы все эти маленькие помещения. И положение здесь, у нас некоторые клиенты проводят встречи с гостями, да, когда они в какие-то не деловые переговоры, а, например, маленькая компания, собеседование, приходит человек, ну, достаточно удобно сесть, пообщаться. Либо здесь, либо вот на кухне можно. Мой любимый офис, вот, на кухне, в праве, это грибельный досвей, я говорю, это офис для тех, кто покоряет мир, писать планы покорения мира. Отлично. Начинаем отсюда и заканчиваем там, просто с какими-то миллионными миллиардами. Так, подходит нам такой офис для покорителей вселенной, подходит. А кто-то уже занял, какой-нибудь покоритель. Ну, это возможно, да, для резидентов, для того, чтобы, ну, в принципе, мы сдаем это помещение тоже для мероприятий. Вчера мы здесь не все. Класс, видите, это панель, сейчас она открыта, в принципе, она вот этим вот, открывается за счет таких ключей. Звукоизоляционная панель, получается стена. Когда нам надо сделать большое пространство, делил от лектории, мы раскрываем, сдвигаем, убираем столы, убираем стулья. У нас есть специальный стулья для лектории. И получается большой лекторий. В следующее помещение можно и там пройти, можно и здесь. Вот, например, у нас собираются столы. Например, у нас тут проходит по пятницам кэшфлоу и его денежный поток. Вот так вот столы собираются мы выставки. Все переговорные оснащены, там, компьютер, здесь стационарный, там мы ставим лэптоп, экраны. Чем хороша еще эта переговорная? Здесь электронный флепчат, который мы подключаем. Очень хорошая, практичная штука для того, чтобы проводить какие-то видеоконференции, видеообучение, когда есть люди в других регионах. Подключаем сюда Zoom. Все, что пишется... Сейчас я покажу, у меня даже, по-моему, включено. Включим компьютер. Вот, видите. Zoom. Все, что пишется... Делаем видеоконференции и все, что пишется... Вот так вот стирать можно все это. Все, что пишется на экране, да, при демонстрации экрана видят люди, которые у вас участвуют в видеоконференции. Это достаточно удобно... Там... Надо куда-то убрать. Снести еще. Вот. Надо часик потренироваться перед встречей, чувствую, да. Да, у меня тоже не покоряется. Да, да, да. Включила я с вопросом с этим. Вот. Можно... Прикольно. ...выводить, двигать, да, все это сразу демонстрировать. Опять же, сохранять, отправлять на электронную почту все это, все материалы. То есть такие штуки очень удобны именно при обучении, при каких-то видеоконференциях и так далее. А вы какая-то сетевая история или это от Интуита именно? Мы от Интуита. А вы готовы в какие-то другие площадки переходить с этим каворкингом? Есть такая затея? В принципе, предполагается, что будет, Интуит будет расширять, ну, не Интуит будет, а Клаза Лотос Групп, строить другие площадки и, возможно, сюда мы тоже будем расширяться. Угу. Но сейчас в какие-то другие компании вы не готовы с каворкингами выходить? Нет, пока. Или просто нет таких идей пока? Ну, пока нет, мы даже не обсуждали. Пока вот у нас пилотный проект такой, мы открылись не так давно. Давайте дальше, вперед, ведь город еще, да. Да, выйти. Вот, в общем-то, у нас есть кросс-прома, у нас есть перекрестные скидки, программы и так далее. То есть мы их там периодически меняем в зависимости, там, ну, смотрим по динамике, да, у нас есть программы для приезжающих, программы для собственников и так далее. То есть для них особые условия, то есть он может здесь спокойно жить и здесь просто каворкинг, провести встречу с своими клиентами. Да, очень крутой каворкинг, ребята, всем рекомендую вообще. Тут всякие фантастики показывали, да. Ну, у нас каворкинг вообще засосал очень круто, с какими-то там этими электронными, вот этими штуками, какими-то раздвигающимися стенками. Я как бы, ну, не совсем древничаю, не совсем дремучий, но очень красиво. И вот красивая туалетная комната, сейчас пойдем тестировать. Я шучу, конечно, ну, просто дело-то житейское, всякие разноуровневые всякие там кабинчики, какой-то open space такой, комната отдыха такая, вот это все, приходите. В общем-то, достаточно вообще вменяемые цены, типа месяц сидишь там за 9 тысяч рублей, типа окей, и тут у тебя все есть, и клиентов водишь, и туда ходишь, руками машешь, к себе приглашаешь куда-то. Такие всякие штуки. Это что, единственное, что мне теперь надо такое, так в центре, чтобы было аккуратненько, кайфовенько, красивенько. Вот каворкинг вот такой в интуите, вот такой. И ребята правдиво, честно, искренне отвечают на много всяких каверзных вопросов. Молодцы. Кровати и все. Ну, конечно, да, стараемся, чтобы это было вантаблоустойчивое, и чтобы это за, да, две минуты. Потому что, конечно, говорят, ну, я сам обставлю и сделаю, и звонят часто, ну, куда, да, вы такие деньги берете, я там за 400 тысяч рублей и все, и говорю, ну, хорошо, ну, вот сколько посмотрите, отработает вам ваша эта мебель. Особенно, если мы говорим про это. Смотрите, полноценная, двухкомнатная квартира. Ванна-туалет. Огромный, кстати. Туалет просто огромный. Гуляем, ходим, танцуем буквально. Первая спальня, она небольшая, хорошая. Мне сказали, что профессиональные кровати с какой-то сцепкой. Можно разъединить, можно соединить. Матрас там, что-то все красиво, все здорово сделано. Матрас единый, я так поняла, что здесь сделана двухспальная кровать. Вот такая вот зона для отдыха, вторая комната, вот такая кухня-гостиная. И как псевдожилье здесь можно купить с полной чистовой отделкой, с обоями под покраску, с ламинатом, с потолком. Все-все-все меньше, чем за 10 миллионов двух. Меньше, чем за 10 миллионов. И мы с вами понимаем, что вот там вот, вот где голубой сейчас автобус, станция метро Купчино. То есть, ну класс вообще, новым жителям. Кто знает Питер, кто не знает Питер. Вот вход в метро, вот. Понимаете, в чем дело? То есть, как жилье, обычное жилье, как обычная квартира. Причем застройщик еще дает возможность потестировать. Типа, приезжайте, живите и принимайте решения. Хотите вы тут жить, или хотите сдавать сами, или хотите с помощью управляшки сдавать. Тогда надо будет докупить вот это все роскошество. Вот это все будет, вот это вся. Вот эта вот начинка, все будет. Ну, я считаю, что вообще в адекватные деньги абсолютно крутая локация. И у застройщиков, как я говорю, сейчас все в порядке с головой. Деньги у компании есть, развиваются, растут. Вот, почему я считаю, что деньги у компании есть, задайте мне в личку сообщение, я вам расскажу. Ну, чтобы уж никого не компрометировать. Не знаю, это и о студии. Красивый, прекрасный, похожий на Вала. Но только это, Plaza Lotus Group. Помните, как Вала? Я вот тут в 20-м году резала что-то, кромсала, тут что-то мыла. Ну, класс, мне нравится, мне нравится, мне нравится. Как апартаментики, все. Я полюбила. Маша Радик, Калимулины, вы молодцы. Я вот во благо вас и полюбила. Очень хорошо. Plaza Lotus Group, адекватный ши. И прекраснейшая, адекватнейшая Евгения, вот. Руководитель отдела продаж. Она все секреты рассказывает, все тайны. Просто, ну, шикарная, счастливая женщина. У нас есть сводная такая табличка по арендным ставкам, которая, да, сделана, сводная именно с сайта отеля. У нас, да, там по суткам, по номерам. И есть свод по туристическому потоку, на который мы там сейчас ориентируемся и с кем у нас работает управляющая компания. Вот. Поэтому пришлю вам тоже, перейдите в работу, рассказывайте клиентам. Будьте.